Подводная лодка Романа Абрамовича «Феникс-1000», на которой можно пережить и атомную войну. Многие богатые люди по всему миру покупают огромные виллы и замки, уровень безопасности которых будоражит воображение. Но настоящим апогеем роскоши и богатства, стало наличие у миллиардеров собственной яхты, которая по уровню комфорта может соперничать с полноценным поместьем. Бизнесмен Роман Абрамович пошел еще дальше и стал обладателем самого дорого подводного судна мира. Наличием такой игрушки, мало кто в мире может похвастаться. Стоит ли говорить, что подводная лодка строилась по эксклюзивному проекту? В чем же заключается уникальность подводной лодки? Конечно же, в ее размерах и возможностях, которые приближены к боевому подводному судну. Миру, моду на частные подводные лодки привили арабские шейхи из ОАЭ. Именно благодаря им появился знаменитый производитель подводных судов для гражданского рынка Эксамос, главой которой является француз Эрви Жобер, ранее проходивший службу в морской пехоте. Первое судно компания построила в далеком 1995 году. И с того времени, компания обросла многочисленными связями, так как работает исключительно только с богачами. Офис компании расположен в Дубай. Известно, что с 2005 года Эксамос, успела построить 18 подводных судов. Подводные лодки компании больше похожи на своеобразные прогулочные подводные катера с вместимостью до 10 человек. Основная цель таких подводных лодок – это короткие прогулки близ берегов с целью знакомства с подводным миром. Обычно стоимость подводных лодок компании не превышает 20 миллионов долларов. Однако, на рынке гражданских подводных судов сравнительно недавно появился новый игрок-американская компания ОС-субмарине Брюссет Джонса, который является профессиональным военно-морским инженером. Богачи всего мира сразу же оценили масштабность проектов компании. Она реализует два проекта «Феникс 1000» и «Ситл 1000». Самые крутые подводные лодки компании, относятся к проекту «Феникс». Стоимость одной подлодки может превышать 150 миллионов долларов. Как сообщается в СМИ, одним из первых клиентов компании стал Роман Абрамович, лодка которого уже сдана в эксплуатацию. Абрамович отрицает, что у него в собственности находится чудо-субмарина, но это неудивительно. Роман Аркадьевич не любит публичности и тщательно скрывает свои возможности. Известно, что миллиардер опасается катаклизмов и ядерной войны. Вид Феникс 1000 Возможности Феникс 1000 внушают трепет, она легко поможет пережить любую ядерную атаку и цунами. По сути, проект является неким гибридом между туристическим и военным морским судном. Судно может погружаться на глубину в 300 метров и находится под водой 7 дней не всплывая на поверхность. Лодка имеет два кухни, фитнес-зал, шикарные спальни и даже винный погреб. Лодка имеет высоту четырехэтажного дома. Подводная лодка Абрамович и настоящий плавучий дворец. Технические характеристики Феникс 1000 Глубина погружения – 305 метров Команда – 3 человека Длина – 65 метров Ширина – 8 метров Водоизмещение – 1500 Т Максимальная скорость на поверхности – 18 узлов Скорость под водой – 10 узлов Запас кислорода – 30 дней Дальность автономного плавания – 3000 морских миль Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайк, делитесь публикацией с друзьями и подписывайтесь на канал, спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok